Я начинаю сходить с ума. У меня все промокло. И уксуса немножечко, знаете, я бы добавила. Кроссов, красавца! Как так делать? Ты что? Я вообще горжусь собой. Растет ребенок, но она осталась дома пылесосить. У нас утро. Уже почти 9 часов, и мы хотим с Дашей... У меня Даша создает шум. Музыкальное сопровождение. Даша, нельзя так делать. Ты что? Там же камушки. Нельзя-нельзя. Сейчас вылетит этот камушек куда-нибудь. И будет ой-ой-ой. Вот, что я хотела сказать. Мы уже позавтракали. И решили с Дашенькой сейчас утречком сходить. У меня вот эта капуста. Леша купил. Одну приготовила, а вторую... Ну, не было желания. Она, короче, месяц у меня уже лежит. Она уже такая подсохшая. Мы сейчас пойдем с Дашей кормить уточек этой капустой. Гусей и уточек. Как раз листик можно оторвать, и Даша прям с руки сможет кормить. Возьму половину капустины. И пойдем... Даша ложится спать в 12 часов. Вот, мы успеем съездить. Уточек покормить и назад вернуться. Мя-мя! Ты хочешь уточек кормить? Да! Ну все, тогда надо собираться по-быстренькому. Все, едем с Дашенькой в парк. Будем кормить уточек. На улице сегодня тепло, хорошо. Но мы, в принципе, вечером обычно гуляем. И мы выходим еще тепло, а назад уже едем, уже холодно. А сейчас у нас наоборот. Мы вышли, еще прохладненько было. А на мост уже зашли. Уже жарищ. Поедем покормим уточек. А то вечером... Сейчас Даша что-то как-то у нее сместился обеденный сон. Засыпать стало в 2 часа. Просыпается и мы уже идем гулять. Уже прям темно. Ну, может, как раз сейчас погуляем. И в 12 сегодня заснет. А уточек уже вечером не покормишь. Потому что они уже на свой остров уплывают. Им уже ничего не интересно. Ой, люблю вот такое время года, когда жара спадает. Но еще не холодно. Хотя, знаете, по ночам у нас так дома прохладно. Я мерзну под одеялом. Под теплым летним одеялом. Которым Леша зимой укрывается этим одеялом. А я этим одеялом укрываюсь летом. Нужно доставать шерстяное верблюжье. С началом осени мне все чаще стали поступать личные сообщения на тему того, как Максим сдал ЕГЭ. С какими сложностями столкнулся. На что стоит обратить внимание. Стоит ли нанимать репетитора. И мой самый главный совет на эту тему, который я могу вам дать, как человек, который это все прошел. Лучше вложиться в подготовку к ЕГЭ. И поступить на бюджет. Чем потом платить сотни тысяч рублей несколько лет. Или вообще не поступить. Онлайн-школа Skyeng уже 6 лет готовит школьников к экзаменам. И помогает поступить в топовые вузы. А с этого учебного года Skyeng запускает годовой онлайн-курс подготовки к ЕГЭ. На этом курсе есть гарантированная возможность получить 240 и более баллов. При условии, если вы будете регулярно посещать вебинары, выполнять домашку и сдавать пробники. Если вы выполните все условия, но не получите 240 и более баллов, то Skyeng вернет вам деньги за обучение. Можно купить годовой курс по одному предмету или сразу по трём. Также в Skyeng есть беспроцентная рассрочка. Вы можете платить каждый месяц. А в конце обучения получить налоговый вычет. С обычными репетиторами такого не бывает. Что важно для меня как для родителя, это то, что в Skyeng прозрачные результаты для родителей раз в месяц, по которым можно отследить прогресс. До 30 сентября на курс доступны самые низкие цены. От 3 322 рубля в месяц. Также Skyeng постоянно поддерживает родителей и делится с ними полезной информацией на своих бесплатных вебинарах. Ссылку для записи я оставлю в описании под этим видео. Бросай. Вот так. Давай, бросай. Круто, да? Круто, да? Круто, да? Молодец, да? Молодец, да! Жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего там такое, Даша? Так красиво здесь в парке. Мне раньше этот парк не особо нравился, потому что здесь шумно. А сейчас я шум этот вообще не слышу, привыкла к нему. Тут и елочки, и лиственные. Сейчас, правда, траву косят еще. Мы теперь по утрам здесь будем гулять. Тем более сейчас темнеть будет рано. Ой, ну все, Даша меня решила закружить. Я в детстве думала, что я могу словить, догнать голубя. Они вроде как недалеко убегают. Думала, что могу догнать и словить. Помню, долго я могла за ними вот так ходить. Когда же сейчас. Так классно. Все, мы вернулись домой. Там реально жарко было. Но перед тем, как уходить. Сейчас как раз вот 12 часов. Мы в 9 ушли, в 12 пришли. Ну, в принципе, я так рассчитывала. Но как раз перед отъездом я еще успела убрать во всем доме полы и вымыть. Хотя сейчас смотрю, особо не видно, что я убирала, да? Все разбросано. Даша свой порядок навела. И пока мы завтракали, я успела сварить супчик с фрикадельками. Чтобы как раз прогулки пришли и покушали. Он уже остыл. Я сейчас ей подогрею. Хотя нет, он еще тепленький. Сейчас я его налью. Она пообедает. И буду укладывать ее спать. И пока она будет спать, я буду спокойно работать. Давай, покажи. Ой, как вкусно. Начала вам снимать с утра. Даша заснула в пол второго. Проснулась в пол пятого. Я за это время не успела сделать всю свою работу. Поэтому пришлось... Вот, рассказываю вам, как у нас все обстоит. Пришлось... Наня! Хочешь компотик сейчас, да? Не на-на, а дай-дай. Наня! В общем, пришлось Дашу включать мультики, потому что мне срочно сегодня нужно было сдать заказ. С ребенком работать одно веселье. В голове вот такое все. Я начинаю сходить с ума. С Дашей собираемся идти гулять в магазин. Нужно пойти купить продукты. Ну, я, слава богу, выполнила всю работу на сегодня. Я вообще горжусь собой, что я с маленьким ребенком это все успевают делать. И работаю полноценно наравне с людьми, которые не сидят с маленькими детьми. Ой, дождь пошел. Вот и погуляли мы с Дашей. Сходили в магазин прям крупными такими каплями. Окна грязные. Ужас просто. Блин. Ну, хорошо, что, в принципе, мы не попали под этот дождь. Прям сильными такими каплями вон пошел дождик. Да, он сейчас, в принципе, и прекратится. Она сегодня белые вещи стирала Максимкина и Даша на футболку. О, дождь идет, а я снимаю, как у меня футболки сохнут. Да, дождь сейчас прекратится, в принципе. Я думаю, он такой кратковременный. На этих выходных я очень хочу, чтобы мы, наконец-то, покрасили зал. Потому что мы в Хофф нашли... Ой, Господи, что я снимаю? Потому что мы в Хофф нашли стенку, которая стоит недорого. Я надеюсь, эта акция не закончится. Я надеюсь... Блин. И ветер поднялся. Кап-кап-кап. Скажи, кап-кап-кап. Дождик. А потом, когда капает, а потом... Бабах! Гром гремит. Даша, мы бы сейчас с тобой, Даша, попали бы под этот дождь, если бы я освободилась чуть-чуть раньше. Бабах! Да, это гром так гремит. Бабах! Прям... Ой, блин, а я не сняла одежду. Нифига это не кратковременно. У меня все промокло. Просто столбом дождь полил. Даша, мы бы сейчас с тобой под этот дождь попали. Представляешь? Ой, я прям замерзла. Ветер поднялся. Какой дождь сильный. Я в шоке, ребята. Сейчас Максим как раз домой едет. Я надеюсь, этот дождь его не на мосту застал. Потому что на мосту вообще негде от дождя скрыться. Мы один раз с Максом попали под дождь с градом на мосту. И пока ты не пройдешь этот мост, град по тебе будет фигачить. Ой, вообще я промокла. Вот так вот сходили в магазин. Сильный дождь, да? По Яндекс.Погоде сегодня нет дождя. Так самое интересное, что солнце светит. Сейчас получится смерть. И капельки прям подсвечиваются на окошке. Да. Да, вот это нас Боженька уберег, чтобы мы под такой дождь не попали. Прям стеной там дождь идет. Все замочил. Ну, хоть траву мою польет. Девчонки попрятались. Короче, ребят, дождь меня задержал. Нарушил мои планы. И в итоге я купила шкаф. Блин. Короче, Леше по-любому надо будет на этих выходных покрасить зал. Я все, шкаф заказала. Его привезут нам. Получается, эти выходные Леша будут красить. И через выходные нам привезут шкаф. Я уже оплатила. Опять я заказала мебель по своим замерам. В общем, надеюсь, он влезет. Я то этажерку заказывала, а теперь более серьезная покупка. Ребят, но он стоит, он стоит 23 тысячи. Это же вообще ни о чем. Мы были в столб лет хом. Если у меня остались эти видео, я их вставлю сюда. Мы как раз с Лешиной мамой там ходили. Но я так там много не снимала. Поэтому и не выложила это видео. Вот такой вот мне понравился. Но размер я не знаю. Леша замерил, мне не говорит пока. Я не померил. Ну, помимо того, что в столб лет хом завышенные цены, ну, очень высокие. Нам еще с Лешей понравились совершенно разные стенки. Мне очень понравилась эта стенка, но она не подошла нам по размеру. Леше, кстати, она совершенно не понравилась. И вот ее цена. А вот эта стенка из тех, что понравились Леше. Мне она тоже понравилась, но цена на нее не меньше. Да и по качеству она явно не лучше, чем та, которую выбрали мы в Хофф. В общем, там по 60 тысяч, по 70 тысяч. Стенки. Это прям очень дорого. Но единственное, что в этом шкафе, в шкафу, мне не нравится. Ну, не шкафу, а стенки. Единственное, что мне не нравится в этой стенке, это то, что она белый глянец. Ну, не матовая, а глянцевая. Ну, кто его знает, как оно будет в уходе. Как раз я буду делиться с вами своим опытом. Ну, она мне просто очень понравилась. Цена такая шикарная. В общем, скоро у нас будет красота. Вы представляете, я все сложу в этот шкаф, туда все подкладываю, везде все пораспихиваю. И у нас будет красота. Надо будет еще купить карнизы. У нас сейчас покажу. У нас здесь вот так вот идет окно. А здесь вот, прям впритык. Сейчас я штору отодвину, чтобы было видно. У нас здесь красивый декоративный карниз, как я хотела. Не особо-то и повесишь. Потому что я хотела, знаете, с набалдашниками в конце. Но здесь набалдашник он просто вообще не будет никак проглядываться. Можно какой-нибудь карниз. Ну, знаете, с обычным каким-нибудь неприглядным набалдашником. Я хочу один большой карниз на два окна. Леша, кстати, против. Он говорит, что это будет все фигня. Ну, а я не знаю. Я жила в собственном доме. Мы так делали. И это смотрелось очень даже хорошо. Чем два карниза. Куда их тут лепить? Видите, они вот так вот будут между собой конфликтовать. Один на два окна. И можно три шторы. Можно две шторы. Не знаю. Ну, пишите свои советы. Может, действительно, Леша прав. И лучше два карниза. Или один карниз на два окна. Как бы вы поступили на моем месте. Все. Пока не потемнело. Кстати, мне Максим присылает фотографии. Там где-то радуга. Максим не попал под дождь. В общем, надо собираться, идти в магазин. Потому что сейчас уже потемнеет. По темноте гулять не особо хочется. Пойдем после дождика погуляем. У нас тут срачельник. Вообще конкретно. И белье сушится. Лужи огромные. Иду одна без коляски. У меня такое в первый раз. Оделась уже. Говорю, ну все, Дашенька, давай тебя буду одевать. Я ей всегда говорю, пойдем в магазин. Она, да, все бросает. Даже мультик, если смотрела. Это для нее прям такой аргумент весомый. Я ей говорю, пошли в магазин. А она начинает истерить. Ни в какую. Нет, нет, говорит. А Максим только с универа пришел. Ой, темно на улице вообще. И я, короче, такая говорю, Даша. Я говорю, Дашенька, ты что? Хочешь остаться дома с Максимом? Она, да. Ну я думаю, для пущей верности скажу ей все, пока-пока. Она мне, ну а пока машет. В общем, Макс остался с Дашей. Я сейчас как раз по-быстренькому сбегаю, потому что мало ли сейчас вдруг дождь начнется. В общем, меня Даша отпустила. Я пошла по магазинам. В нашей практике это впервые. Что Даша меня спокойно отпустила. Еще и сама не захотела со мной идти добровольно. Растет ребенок. Но она осталась дома пылесосить. В общем, пришла я домой. Даша себя вела прекрасно. Да, Дашенькин. Я купила бананы. Вчера купила три штучки. Оказались такие вкусные. Сегодня купила еще. Это в магните. А это в овощном я взяла. Еще в магнит бегала. Вот. Сделаю баклажаны с перцем и чесноком. В общем, вот, что меня дома ждет. Ну, ничего, сейчас приберем. Зато я быстро сходила. Оставь, я сейчас это готовить буду. Тебя спать уложу и буду готовить есть. Как Максим Даша себя вела? Ой, замечательно. Мне и хорошо было. Вот так вот. Все. Это называется сепарация от родителей. Сейчас еще есть. Сама приготовит. Беспорядок ликвидирован. Только книжка одна осталась. В общем, сейчас еще рано Дашу купать. Я потом буду купать. Сейчас сделаю. В общем, мне понадобится три баклажана. Я готовлю для себя для одной. Максим такое не любит. Леша в командировке. В общем, перца, конечно, я больше взяла. У меня в перце получается один к одному с баклажанами. Но перец очень вкусный здесь. И чеснок. Даша тут. Ой, Даша! Господи, убрала сушилку подальше. Потому что Даша только что, на нее грохнулась сушилка. Так, я чеснок так и не нашла. А, вот он, чеснок. В общем, короче, у меня будет вот это, вот это и парочку зубчиков чеснока. Водичка у меня закипела. Баклажаны я нарезала. Насыпаю столовую ложку сахара, соли, перец с горошком и лавровый лист. Одна столовая ложка уксуса. Уже в кипящую воду добавляю. Насыпаю баклажаны. Закипели. Ровно пять минут и снимаю. У меня тут уже нарезан перец с чесноком. Забрасывая его в блендер, можно на мясорубке перекрутить. Сюда еще можно добавлять зелень. Наливаем масло. Ну, примерно 100 мл надо. Но я не хочу сильно жирное, поэтому я налью немножко. Кипело, ароматы уже пошли шикарные. И так как у меня нет зелени, я добавлю приправу аджику. И минутку оно у меня вот так вот кипит. Чувствуете, как пахнет? Теперь я беру наши баклажаны, которые у нас слитые. Добавляю прямо сюда. И вообще, по идее, можно их еще обжарить. Но, в принципе, тут все готово. Тут обязательно нужно добавить соль и сахар по вкусу. И уксуса немножечко, знаете, я бы добавила. Не хватает кислинки. Но это для тех, кто любит. И даем настояться. Обязательно баклажаны должны пропитаться вот этой всей зажаркой. Получается очень вкусно. Чтобы был тот вкус, который необходим. Все, пускай настраивается. Вот такая вот вкуснотища у меня получилась. Дашенька, ты моя помощница. Спасибо тебе, доченька, за то, что дала мне сегодня и поработать. И кушать, приготовить. Пойдем купаться? Да. Такое вот видео у меня сегодня получилось. На этом буду заканчивать его. Давай, Дашеньчик, всем скажем пока-пока. Вот так вот прошел наш день. Сейчас с Дашей пойдем купаться и сложиться спадки. Да, малышка? Все, всем пока-пока. Даша вас тоже любит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok